Практическая психология Тема у нас интересная, готова, да? Давайте попробуем разобраться, что же такое эмоциональное выгорание и где человек может его испытать. Да, если говорить более научным языком, что же такое эмоциональное выгорание? Это в первую очередь выработанный личностью механизм психологической защиты, полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующую ситуацию. То есть такая адаптационная, да, в принципе, система у нас включается, да? Да, конечно, это как механизм адаптации. Если говорить более просто, то это полное или частичное исключение эмоций. Человек не чувствует ни положительных эмоций, ни отрицательных. То есть что воля, что неволя, да? Если говорить более простым языком. Смотрите, вот это состояние может испытать человек, в принципе, где угодно. Это может быть как и эмоциональное выгорание в семье, если там есть какая-то травмирующая ситуация. И это чаще всего мы говорим и про работу. Да, конечно, эмоциональное выгорание возникает в результате какой-либо сложной, травмирующей для человека ситуации. Такая ситуация может быть в любой сфере жизни и деятельности. Конечно, это может быть и в семье, и в взаимоотношениях с друзьями. Также, в первую очередь, конечно, мы рассматриваем данные ситуации в профессиональной деятельности. То есть мы прямо слышим иногда, да, что человек профессионально эмоционально выгорел, да? И мы это иногда даже видим с вами. Например, придя в больницу, мы встречаем человека, который, знаете, как будто только тело его присутствует, да? Он эмоционально никак не взаимодействует с тобой, да? Он просто функционал, да? И почему это должно беспокоить нас с вами, как людей, у которых могут быть эти эмоциональные выгорания? В первую очередь, хотелось бы как раз и отметить то, что подверженные эмоциональному выгоранию люди профессии человек-человек. Как вы уже ранее сказали, это врачи, учителя, воспитатели, банковские работники, все, кто взаимодействует с другими людьми, у кого специфика деятельности именно связана с взаимодействием. Ну, опять-таки, да, вот мы с вами чаще всего так этот вариант рассматриваем, да? Но ведь бывает так, что, например, человек работает с компьютером, но при всём при этом у него тоже есть эмоциональная... То есть к нему не приходит огромное количество людей, ему не приходится взаимодействовать. Знаете, такие интроверты, да? Да, но у них тоже может быть эмоциональное выгорание, например, потому что деспот или, например, какой руководитель, который нарезает очень много задач, человек находится в состоянии стресса. То есть, в принципе, мы должны проговорить, что любой человек, работающий или не работающий в семье, например, он может быть подвержен эмоциональному выгоранию. Любой человек может быть подвержен эмоциональному выгоранию. Но чаще всего... Да, чаще всего, конечно, люди профессии человек-человек. Но с чем это связано? Мне бы хотелось привести такую аналогию. Допустим, если мы берём какое-либо зерно и хотим, чтобы что-то проросло, мы его садим в почву, достаточно такую удобренную, и зерно прорастает, даёт нам урожай, результат какой-то мы получаем. Если зерно попадает на асфальт, то, соответственно, никаких результатов нет. Так и с эмоциональным выгоранием. Если возникает какая-либо сложная стрессовая ситуация, то не каждый человек может выгореть эмоционально. Так вот, с чем же это связано? Да, давайте по причинам поговорим. Как раз есть внешние причины и внутренние причины. В первую очередь к эмоциональному выгоранию склонны люди с повышенным уровнем ответственности, которые считают, что только они могут изменить мир, только именно они смогут справиться с этим проектом. Это такие своего рода герои, да? Да, да, да. Я герой, я должен сделать, спасти мир. Да, да. Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Соответственно, они берут на себя такой объём работы, с которым они не могут справиться. Если говорить о том, что даже домохозяйка подвержена эмоциональному выгоранию, то в первую очередь это поведение такое, когда женщина дома начинает делать всё сама. И готовить, и убираться, и заниматься с детьми. И потом она уже не справляется со своими обязанностями. Плюс ко всему, мне кажется, как раз люди с такой акцентуацией характера, как перфекционисты. Да. То есть я должен всё сделать идеально. А не просто хорошо, а идеально на 100%, на 10 из 10. А затем люди, которые менее всего эмоциональны. С чем это связано? Это связано в первую очередь с тем, что человек на обычной жизненной ситуации проявляет минимум эмоций. А если он попадает в какую-либо стрессовую ситуацию, соответственно, эмоции у него вообще зажаты. И они все остаются где-то там в теле, да? Где-то в теле остаются, да. Следующий момент по факторам. Мы сейчас про внутренние, да, говорим? Да, про внутренние факторы. Что ещё может стать предпосылкой? Вот мы уже проговорили, что человек, например, который там перфекционист, который стал супергероем с повышенной ответственностью. Какие ещё могут быть причины? Максимализм. Следующий фактор, который способствует проявлению эмоционального выгорания. Когда человек, как мы уже сказали, готов делать всё на 100 и не меньше. Повышенная мечтательность. Так, фантазёры такие своего рода, да? Да, да, да. Когда человек представляет себе определённую картинку и стремится к ней. Но в жизни не всегда бывает так, как мы это представляем заранее. И, соответственно, когда он не получает желаемого результата, раз не получает желаемого результата, второй раз не получает. И, соответственно, возникает как раз проявление эмоционального выгорания. Что я уже не буду и пытаться. Да. Что хотите, делайте со мной, да? Да, да, да. Также чувство страха способствует формированию эмоционального выгорания. Сотрудник, который работает, старается, ответственно. И получает критику в ответ. Соответственно, он начинает волноваться. А вдруг я потеряю работу, да? Особенно если это достаточно хорошая, престижная деятельность. Соответственно, он начинает волноваться. И делать эту работу еще лучше. Брать ее домой. Брать на выходные. И таким образом как раз чувство страха он все больше и больше подогревает у себя. И затем уже делать работу на автомате. То есть опять-таки не включая свою эмоциональную сферу, не понимая, не осознавая, не будучи в контакте с самим собой, да? Да, да, да. Конечно же, это желание быть признанным. И желание получить одобрение со стороны других людей. Получить поддержку. Вообще эмоциональное выгорание возникает в результате того, что человек совершает какие-либо действия, а поддержку, одобрение не получает. Не получает. Он не получает положительного подкрепления со стороны других людей. И, соответственно, деятельность свою начинает выполнять уже просто, как я ранее сказала, как робот на автомате. Какие внутренние? Какие у нас, да, мы говорили про внутренние, да? А внешние еще есть какие-то у нас причины? Внешние причины, конечно же, есть. То есть есть внутренняя подготовленная почва для проявления эмоционального выгорания. И если на это еще накладываются внешние факторы, когда человек попадает в определенную ситуацию на работе, дома, и таким образом синдром проявляется очень ярко. Какие же внешние факторы? Конечно же, это ответственная работа. Вы представляете, если накладывается внутренняя ответственность и на ответственность еще в профессиональной деятельности, то таким образом человек на самом деле выгорает. Да, он чувствует себя, да, как между молотом и ковальней, да? Да, да, да. Конечно же, у врачей достаточно повышенная ответственность, да? Особенно, например, есть такое направление, как хирургия. Да, 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 да. Затем, недостаточное, по мнению, опять-таки, человека, стимулирование труда. Здесь также стоит отметить то, что у каждого мотив деятельности свой. Для кого-то важен материальный аспект, для кого-то психологический, да. И человек трудится, трудится, и ему, допустим, руководство, грамоту, благодарность. Для него это не является поощрением. То есть для него лучшим поощрением была бы премия. Вот, и таким образом, наоборот, ситуация также. И, конечно же, в домашних условиях тоже, если, допустим, супруга старается что-то делать, готовит там какой-то изумительно вкусный ужин и не получает поощрения, то, соответственно, она начинает уже упрощать свою деятельность. Да. Да, сегодня мы... Мы с вами встречались в жизни с такими историями, да? На собственном опыте. Затем, конечно же, это многозадачность. То есть когда нужно делать много, выполнять функции, достаточно много одновременно. Повышенная сложность работы, интеллектуальная, физическая. Но в то же время и монотонность работы тоже ведёт к эмоциональному выгоранию. Да, да. То есть везде, в принципе, индивидуально, да, вот это у нас получается? Конечно. Эмоциональное выгорание, в первую очередь, это такой индивидуальный механизм, который у одного человека в определённых условиях может развиться, прорасти, бурно цвести, а у другого человека в этих же условиях он не проявится никогда. Это ещё и очень сильно зависит от нашего психотипа, от нашего темперамента, от наших как раз вот этих адаптационных механизмов, да, и от жизненного опыта. Конечно. И от воспитания. От воспитания, да. Ещё бы хотелось обозначить один очень важный момент, это, конечно же, эмоциональное выгорание может сформироваться, если идёт обесценивание деятельности. Сам человек себя обесценивает или его обесценивают деятельность? В первую очередь, когда начинают обесценить извне. То есть, допустим, в профессиональной деятельности работник выполняет какую-то функцию, да, что-то делает, по его мнению, очень хорошо, да, все же мы стараемся выполнять работу хорошо и получат обесценивание. Находится человек, который говорит, слушай, ты знаешь, наша организация, в принципе, без тебя бы это могла справиться, да? Да, да, да. Или что ты там делаешь целый день, там, да, в течение, там, 8 часов, мы не видим результата, да? Мы не видим результата, или Петров это же самое делает за 5 минут, над чем ты сидишь полдня. Таким образом, человек понимает, что затраченные усилия несоразмерны с полученным результатом. Но эмоциональное выгорание возникает не в эту минуту. А спустя какое-то время. А спустя какое-то время. Причём это время у разных людей, оно разное. У кого-то эмоциональное выгорание формируется годами, у кого-то достаточные полгода, чтобы оно уже сформировалось. И сейчас очень интересная тенденция, когда люди в возрасте до 30 лет уже являются эмоционально выгорящими. Они поступают на обучение, оканчивают высшие учебные заведения, сразу же представляют, что они будут работать специалистами, причём высокооплачиваемыми в большинстве случаев. Не получая положительного результата, они меняют работу, потом меняют ещё раз. И в результате понимают, что это не то, что они хотели. Следовательно, мы с вами понимаем, что молодому поколению нужно для себя сразу же простроить, что прежде чем ты будешь хорошо зарабатывать как специалист, тебе нужно будет пройти определённый путь. И если у человека эта картинка сложилась пазликами, то тогда это уже своего рода профилактика эмоционального выгорания. И нужно понимать, что если не так, то так я поступлю. Если, допустим, события будут развиваться таким образом... То есть вариативность, да, вот такое мышление должно присутствовать, и тогда будет меньше вот этих стрессогенных ситуаций, да? Да, тогда будет меньше неудовлетворённости полученным результатам. То есть отрицальный результат – это тоже результат. Согласна. И проведя работу над ошибками, можно смело идти дальше и покорять новые вершины. Вот смотрите, ещё сейчас немного прямо я возьму на себя как бы, да, тему, тему, про которую везде очень много исследований в контексте эмоционального выгорания, это как раз виды стрессов, которые возникают в трудовой деятельности, да? Вы, если что, помогаете мне, да? Значит, дело в том, что вот мы уже проговорили, есть внутренние факторы, есть внешние факторы, да? Но у нас ещё возникают, и будь это, например, на работе, определённые стрессовые ситуации, да? Например, есть рабочий стресс, он возникает из-за причин, связанных с работой. То есть это условия труда, это, например, тебя не устраивает место работы, да? Тебе, например, далеко очень добираться, или ты приходишь, и там всё, например, пахнет куревым, да? А ты никогда не курил. То есть вот такие моменты, да? Дальше. Профессиональный стресс может быть у человека из-за причин, связанных именно с профессией, родом, деятельностью, видом. Например, я уже проговорила, да, вот этот момент, хирургия. Тема, где очень часто мы с вами наблюдаем, да, как психотерапевты, людей эмоционально выгоревших. Дальше. Это могут быть люди, которые работают с очень какими-то опасными веществами, ещё чем-то, да, то есть как бы постоянно в состоянии вот этого напряжения и какой-то гипер, опять-таки, ответственности, да? И организационный стресс вследствие негативного влияния работника, особенности той организации, в которой он трудится. То есть, например, мы с вами понимаем, что люди, которые работают, например, в очень как бы социально... Вот, кстати, даже налоговые инспектора вроде бы, да, как спокойная работа, но они тоже часто эмоционально выгорают, потому что, когда они прямо проговаривают, что мы столкнулись с тем, что когда мы представляем, что мы там из налоговой службы, люди уже начинают негативно эмоционировать, понимаете, да? Да, да, да. Ну, или там разные другие организации, которые так или иначе не особо сильно воспринимаются социальными слоями, да? Значит, все эти у нас виды стрессов, они могут переживаться, накладываться как раз на внешнее и на внутреннее, да? И ещё очень интересное исследование мне понравилось, что дело в том, что много что может сказаться на человеке, но особо сильно и болезненно воспринимаются это как раз такие социальные условия. То есть, например, какой психологический климат в коллективе, в котором вы работаете? Да. Да? Конечно, сказывается. Вот, сказывается. То есть, или ты пришёл, где в тебе видят ценного, важного специалиста, где меньше конфликтов, где тебя поддерживают, где верят в тебя, есть точки какие-то развития, да? Или же, вот как вы говорили, обесценивают, да? Постоянно конфликтуют, какие-то интриги плетут, да? И человеку, какой бы он ни был хороший специалист, ему будет очень некомфортно. И в итоге психологическое эмоциональное выгорание может случиться намного быстрее. Да, я более того скажу, что механизм эмоционального выгорания, он даже формируется в соответствии с фазами стресса. И стрессовая ситуация, она как раз и является таким механизмом, который запускает весь этот процесс. И действительно, кому-то в коллективе как раз комфортно, когда конфликты, кто-то их провоцирует. Кто-то вообще жить без этого не может. Кто-то жить без этого не может. Он чувствует себя как рыба в воде. И он, кстати, вот такой человек эмоционально не будет выгорать. Для него это, наоборот, как подпитка такая, да, своего рода? Да, да, да. А большинству людей в такой обстановке некомфортно. И, конечно же, они будут выгорать. Но так как они не склонны говорить о своих чувствах, разрешать как-то конфликтную ситуацию, разговаривать о ней, они будут терпеть, терпеть. И в конечном итоге будет страдать их личное психологическое и физиологическое здоровье в том числе. И раз мы уже затронули тему стресса, да, как раз вот хотелось бы остановиться на фазах возникновения эмоционального выгорания. Чтобы было более понятно, мне бы хотелось обозначить то, что сам синдром эмоционального выгорания – это как стена, которая состоит из кирпичиков, определенных симптомов. Как раз когда человек сможет отрефлексировать наличие, понять, что у него формируется тот или иной симптом, который строит вот эту стену синдрома эмоционального выгорания, он может вовремя среагировать, спрофилактировать и помочь себе, конечно. Итак, во-первых, чтобы выгореть, да, чтобы что-то выгорело, нужно, чтобы что-то загорелось. И, конечно, изначально человек, получая новый проект какой-то, очень интересный для него, он начинает активно работать в этом направлении, активно берет на себя ответственность, выполняет множество функций. Если возвращаясь к тому, что не только в профессиональной сфере мы получаем эмоциональное выгорание, то, допустим, молодой человек, да, который женится вот только-только, он воодушевлен, он начинает что-то делать. Строить новую жизнь, у него планы, цели, задачи. Да, включается инстинкт гнездования, он начинает создавать, помогать уют, ремонт, что-то, что-то, начинается такая бурная-бурная деятельность. И это нормально, да? Но почему же тогда возникает как раз эмоциональное выгорание? И как раз тут может включаться первый симптом – переживание каких-либо сложных травмирующих обстоятельств. Как мы говорили, это не получение одобрения, поощрения, да, допустим, молодой супруг купил что-то в дом, по его мнению, очень важное и нужное. А супруг говорит, ты зачем столько денег потратил? И вообще это не вписывается в интерьер. И как будто бы раз расти по рукам уже, да? Да, да, да. И в точке боли. Да, в точке боли уже. А на работе специалист выполнил, по его мнению, на все сту баллов какой-либо проект. Ему говорят, нет, это не то, что мы хотели. И опять он, как вы сказали, в точке боли. Такие потихонечку-потихонечку складываются вот эти маленькие кирпичики. Да, вот первый кирпичик. Затем, получая неодобрение неоднократно, кому-то и одного раза достаточно, да, для кого-то же это несколько повторяющихся ситуаций, человек уже становится неудовлетворён собой. Он начинает заниматься самокопанием. Да, что-то не так. Действительно, я что-то делаю не так. Может, действительно, мне нужно больше советоваться с супругой, не брать на себя инициативу, а лучше сходить куда-нибудь с друзьями, да, там я чувствую себя более свободно. Или профессионал своего дела начинает отходить в сторону и говорить, ну вот пусть лучше молодые поработают. Да, я посмотрю. Я посмотрю. А вдруг у меня не получится. Как раз здесь подключается страх. Но внешне это может быть, может казаться, что ничего не происходит. На самом деле внутри у человека уже начинает вот эти... Складываться почва. Почва. Да, для всех этих процессов, которые мы называем эмоциональное выгорание, да? Да, и начинает возникать такая некая пустота. Если психотравмирующая ситуация не разрешается никаким образом, то есть на работе также продолжают обесценивать, не поощряют, ставят новые задачи, в личной жизни тоже ничего не меняется. Допустим, кстати, самая плохая картина, когда и в профессиональной деятельности, и в личной жизни, и в других сферах значимых для человека, да, детско-родительские отношения, например, возникают сложные психотравмирующие ситуации, тогда этот механизм работает всё быстрее и быстрее. И тут уже присоединяется новый симптом. Это загнанность в клетку. Когда человек понимает, что бы он ни делал, ситуация не разрешится. Как замкнутый круг, как белка в колесе. Как замкнутый круг. И более того, мне бы хотелось сейчас рассказать о таком достаточно интересном исследовании, которое проводилось американскими психологами. Сразу бы, значит, то, что исследования раньше были, ну, не совсем гуманные, да. Значит, было три клетки, куда подавался разряд тока. В первую клетку садили собаку, которая могла при разряде тока самостоятельно, нажав мордочкой на кнопку, отключить подачу тока. Во вторую клетку садили собаку, которая никак не могла повлиять на ситуацию. У неё ток отключался только тогда, когда первая собачка могла отключить подачу разряда. А в третьей клетке была собака, которой ток не подавался. И что же мы видели? Что же мы видели? Видели следующее. После нескольких повторений собак посадили в клетку также под напряжением, но они могли самостоятельно оттуда выйти. Дверца была открыта. Собака из первой клетки, которая могла самостоятельно влиять на ситуацию... Принимала решение. Принимала решение, да. При подаче тока она просто выходила. Собака из третьей клетки, у которой ничего не происходило, при подаче тока она, конечно же, вышла. Зачем терпеть неприятные какие-то обстоятельства? Собака же из второй клетки, которая никак не могла в первой фазе эксперимента повлиять на ситуацию, она при открытой дверце, напоминаю, она лежала... Испытывала эту боль. Испытывала эту боль. Она ничего не делала, хотя она могла свободно выйти. Это про подавление воли? Это про выученную беспомощность. Когда человек чувствует, что он загнан в клетку и... И когда-то испытал какую-то боль, стресс. Да, и когда... Но если я брошу такую работу, у меня же ответственность за моих детей, за мою семью, допустим. Да, и счета. Да. И потом про ипотеки вспоминают и всё так далее. Но поживу я когда-нибудь потом, через пять лет, через десять. Правильно ли я понимаю, что, в принципе, когда... Вот вы сейчас уже называли вот эти признаки, да? Когда человек, думающий, понимает, что вот он в этом состоянии сейчас находится, что он сам себе вообще-то, на самом деле, да, может помогать. Может помогать, конечно. Только это очень важно, да, вывести на уровень осознания. Да. Да? Не быть вот той собакой во второй клетке. Да. Когда уже и дверь открыта, тебя никто тут не держит. Если тебе плохо, да, ты помнишь о том, что ты ежедневно можешь выбирать. Ты выбираешь людей, которые тебя окружают. Ты выбираешь работу, на которую ты работаешь. Да, всё верно. Всё верно. И как раз стоит отметить то, что выученная беспомощность у нас формируется ещё в детстве. Когда родители говорят подрастающему сыну или дочке, не трогай, не подходи, не спрашивают, что он хочет на ужин, на обед. Хотя вроде бы, да, элементарные вещи. То есть человек просто принимает ситуацию уже с детства, такой, какая она есть. И не пытается влиять, да, на неё? Не пытается влиять. Не пытается как-то решить. Таким образом он живёт, он учится. Потом он также по воле родителей выбирает профессию. Он работает на нелюбимой работе, он женится, выходит замуж за тех, кого посоветовали, допустим, родители, или другая значимая фигура. Если родителей уже на какой-то момент нет, он выбирает другую значимую фигуру, которая начинает его вести по жизни дальше. В итоге получается, что, в принципе, мы тоже можем заниматься профилактикой прямо с рождения ребёнка, чтобы он не был той личностью с функцией выученной беспомощности, с человеком, который может распознать свои эмоции, отреагировать их. Потому что мы же там говорим про эмоциональное выгорание, человек, который поставил на ноль все свои эмоции, да, и пытается жить как функционал. Да. Ещё интересный факт, когда родители говорят ребёнку, не плачь, почему ты так громко смеёшься, да, в каком-то общественном месте, не кричи. То есть как раз родители показывают, что эмоции свои... Проявлять нельзя. Проявлять нельзя. Когда ребёнок растёт, он, конечно же, подавляет в себе. И уже будучи взрослым человеком, ну как, мужчины не плачут, например, да? Вот давайте попробуем подвести своего рода такой итог, да, значит, прямо вот что можно сделать для того, чтобы... Какой-то такой есть алгоритм, чтобы не было этого эмоционального выгорания. Вот мы уже проговорили, что с детства, да, можно воспитывать человека, что ты должен чувствовать свои эмоции, эмоционируя, да, это нормально. Второе – это выбор, да, помни о том, что ты каждый день делаешь выбор в пользу себя или, например, против себя, да, будучи на нелюбимой работе, будучи с нелюбимыми людьми, которые тебя, например, там, да, всячески обесценивают. Что ещё? Да, разрешите сейчас по симптомам, чтобы у нас завершилось. У нас осталось только две минутки. Да, я достаточно быстро. Затем у нас идёт стадия сопротивления, когда человек понимает, что что-то не то, он загнан в клетку, он пытается сопротивляться, да, и как раз здесь могут подключаться ещё физиологические процессы. И если быстро завершить, то всё заканчивается истощением организма полностью. То есть это как бы физиология уже, да, уже психика повлияла на физиологию. Да, да. И что же делать? В первую очередь это замедлится. Необходимо посмотреть на ситуацию как бы со стороны. Помимо всего того, что вы перечислили, да, желательно посмотреть, что же происходит, почему я чувствую себя дискомфортно, что не так. Затем это, конечно же, радикальное принятие. То есть я принимаю себя таким человеком, какой я есть. Не бывает идеальных людей. У всех есть какие-то свои плюсы, достоинства, да, но есть какие-то не то, что недостатки, да, а неспособность в какой-то ситуации сделать всё на 100, на 10 из 10. Нужно позволить себе в какой-то момент разрешить сделать не на 10, а на 8 с половиной, например. Я разрешаю себе быть несовершенной. Да. И мир не остановится. Вы не перестанете быть, допустим, хорошей супругой, супругом. Замечательной мамой. Замечательной мамой. Или отцом. Также нужно выбирать приоритеты. Правильно их расставлять. Правильно расставлять. Причём в определённый момент времени они могут быть различны. У человека в 20-25 приоритет может быть карьера, да, ну а у кого-то семья. Время проходит, приоритеты меняются. Сейчас мне необходимо, допустим, развивать детско-родительские отношения. Потому что пришёл такой период. Да, потому что именно такой период пришёл. И самое главное – это пытаться понять свои чувства. И мне бы хотелось, чтобы немножко практики такой, да, чтобы человек мог сам что-то сделать руками. Это в первую очередь можно завести блокнотик и записывать свои чувства. Если я чувствую, допустим, конфликт на работе, я чувствую пнев, обиду, раздражение. Отлично. Или какое-то приятное событие, я чувствую радость, удовольствие, счастье, вдохновление. Таким образом человек будет возвращаться к своим эмоциям. И эмоционального выгорания, отсутствия эмоций, ни хороших, ни плохих не будет. Отлично. Спасибо большое. Ну и ещё, наверное, вот прямо, что бы можно было почитать или посмотреть на эту тему? Порекомендуете что-нибудь? Конечно же, достаточно много литературы на эту тему. И я думаю, что в первую очередь, конечно, можно же, можно почитать книгу как раз «Радикальные принятия». И таким образом человек, прочитав, сможет именно для себя что-то взять положительное. Да, есть очень много учебников прямо для вузов, которые так называются «Психологическое эмоциональное выгорание». А как с этим работать, если вдруг вам это интересно? Спасибо большое. Сегодня мы говорили про эмоциональное выгорание. Было очень интересно и полезно. Спасибо. В гостях у меня Ольга Гриценко, начальник психологической службы Кировского института повышения квалификации работников СИН России. До новых встреч. Я думаю, что ещё увидимся и не раз. Это была программа «Практическая психология». Всем любви, здоровья и счастья. Практическая психология.